Боль для всей страны. Традиционное оперативное совещание началось с минуты молчания. Так почтили память жертв страшного пожара в Кемеровском торговом центре. И к текущим делам. На оперативном совещании провели церемонию награждения за особо выдающиеся заслуги в деле распространения исламских духовных и культурных традиций, укрепления мира и согласия в обществе. Наставническую духовную деятельность, звание почетный гражданин Щелковского района было присвоено Ринату Сайфудинову, бывшему председателю исламско-религиозной общины Щелковского района. Звание было присвоено посмертно. Ринат Сайфудинов скончался 22 декабря прошлого года. Награду получил его сын Ильдар. Также из рук руководства района благодарственные письма главы получили руководители крупнейших щелковских предприятий. Их отметили за содействие в подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации. Кроме того, на совещании отметили заслуги работников сферы культуры, образования и других. Награду получил и сам глава района. В связи с 85-летием со дня образования гражданской обороны России приказом МЧСа 29 сентября 2017 года Алексея Валова наградили памятной медалью. И далее к актуальным вопросам. Щелковский район должен стать центром развития регбийного спорта. На базе стадиона в Монине, который несколько лет оставался заброшенным, должен появиться современный спортивный комплекс. Работы уже начались. Там будет сделано все возможное для того, чтобы в любое время года занимались регбийные команды, проводились соревнования не только областного, всероссийского, но и международного уровня. Там достаточно кое-что средств, не всегда именем бюджета. В течение двух лет этот объект будет закончен. О развитии дорожно-транспортной сферы рассказал замглавы администрации района Роман Назаров. Ежедневно на линию выходят более 380 автобусов, обслуживающих 54 маршрута. Муниципальные, межмуниципальные, а также межсубъектные. Однако не всегда транспорта достаточно. Например, неоднократно поступали характерные жалобы жителей на 2, 7 и 24 маршруты. В ходе решения данных вопросов это увеличение транспорта по 1 единице маршрута, 2 и 24 на 2 единицы и увеличение маршрута номер 7. С 1 апреля 2017 года необходимая техника будет представлена и этот вопрос мы закроем. Помимо этого планируется ввести прямое транспортное сообщение между Щелково-7 и РТС. На данный момент маршрут находится на согласовании. Также направлено обращение в Минтранс по поводу увеличения автобусов на маршрутах номер 20, он связывает деревню Орлово и станцию Воронок, и 361, Фрязино-Москва. На совещании доложили об обеспечении многодетных семей земельными участками. С начала реализации закона на очередь встали почти полторы тысячи семей, а по итогам работы в 2017 году 100% многодетных обеспечены наделами. По этому направлению Щелковский район занимает лидирующую позицию у Московской области. Однако не менее важное направление работы – создание соответствующей инфраструктуры. За прошедший период проведены работы по отсыпке подъездных дорог, выполнено строительство линий воздушных электропередач. Помимо этого, выполнено строительство линий уличного освещения, установленное подключение в фонаре, в деревне Новопореево, в селе Петровском, в деревне Апсинино и в деревне Кармольно. Кроме того, на совещании обсудили итоги работы Щелковского многофункционального центра, расширение списка оказываемых там услуг. Например, с недавнего времени в МФЦ можно оформить загранпаспорт нового образца. Также с докладом о реконструкции очистных сооружений выступила директор межрайонного Щелковского доканала Наталья Ефимченко. На оперативном совещании не просто рассмотрели актуальные вопросы, но поставили первостепенные задачи и определили вектор движения вперед на ближайшее время. Дарья Заснегова, Игорь Пеляков, телерадиокомпания Щелкова.